Будем начинать наш вебинар сегодня по Израилю. В чате вам будет отвечать мой коллега Виталий на все вопросы. Также, что не успеем, отвечу в конце вебинара. Сегодня рада вас познакомить со страной Израиль. Удивительная страна, где сезон продолжается круглый год. Израиль предлагает отдых на любой вкус. Это пляжный, экскурсионный, оздоровительный, лечение. Все возможные варианты отдыха вы можете посетить в Израиле. Пару слов о стране и о ее расположении. Израиль, как вы видите на карте, это страна, которая омывается Средиземным, Мертвым, Красным морем. Самая продолжительная граница это у нас Средиземноморская. На этой границе у нас расположены такие популярные курорты, как Тель-Авив, Нитания, также Хайфа и между Тель-Авивом и Нитания расположен маленький курорт Герцлия. В Эйлате у нас Красное море, Мертвое море это и есть курорт Мертвое море. И также, как вы видите на карте, есть еще четвертое море в Израиле. Его называют так сами израильтяне. Это озеро Кенерет, которое находится возле Тверии. По сухопутным границам это у нас Ливан, Сирия, Египет и Иордания. Мы познакомились с положением страны, также дальше переходим, как попасть в саму страну. С февраля 2011 года Израиль стал безвизовым для граждан Украины. Но также тут есть свои нюансы, что паспорт должен быть действительным полгода с момента возврата. Это обязательно. Также еще есть нюанс по поводу детей. Дети обязательно должны быть вписаны в паспорт родителей. Либо же, если у деток свой проездной документ, им необходимо открывать визу. Виза открывается в посольстве Израиля. Личная подача, туристы собирают документы самостоятельно. Список документов находится у нас на сайте. И также в посольство Израиля в Украине. Всем видно презентацию? Да, видно. Хорошо. Тогда продолжим. Также мы с вами выяснили, какие формальности могут быть по визе в Израиль. Дальше. Когда туристы прилетают в аэропорт имени Бен-Гуриона, туристы проходят мини-собеседование с Службой безопасности Израиля. Пугаться ничего не надо. Они задают стандартные вопросы из серии цель вашего визита. Куда вы едете, есть родственники или нет. И пропускают дальше в страну. Дальше туристы забирают багаж и проходят в зал ожидания. Продолжение следует... Один слайды по трансферам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Очень часто задаваемый вопрос, если ребенку уже есть 16-17 лет. Это не проблема, если он вписан в паспорт. Не видно вам саму презентацию? Продолжение следует... Туристам необходима копия израильского паспорта человека, который их пригласил, страховка, обратный билет и также точный адрес, где проживает человек, который пригласил. Так как эти вопросы ему могут задавать на пограничные службы. Дальше. Наша полетная программа. Летаем мы на авиакомпании МАУ. Рейсы у нас по четвергам и по воскресеньям. Время вылета вы можете видеть на слайде. Полетная программа у нас до 30 марта. Дальнейшие варианты перелета у нас на данный момент рассматриваются. Пару слов о нашей принимающей стороне. Наша принимающая сторона это компания Каспи Авиэйшн. Компания основана с 1992 года и является лидирующим туроператором в Израиле. Компания предоставляет все варианты услуг туристических для наших с вами туристов, как по приему, так и по выезду. Туристы наши прилетели в аэропорт Бангуриона и прошли паспортный контроль, забрали багаж. Дальше. У них осуществляется трансфер. Тут есть также своя специфика. Трансфер групповой. Предупреждайте туристов, что если у них в ваучере прописан групповой трансфер, туристы выходят в зал прилетов с фонтанами и им необходимо самостоятельно подняться на второй этаж, где будет видна стойка Сашир. На этой стойке туристы предъявляют ваучер или говорят свою фамилию и им объяснят время ожидания автобуса и где автобус расположен. Также просьба предупреждать, что групповой трансфер, он предполагает собой ожидание до двух часов. И дальше туристы могут уже отправиться по своим курортам и отелям. По расстоянию от аэропорта Бенгурион до Тель-Авива ехать минут 20. Аэропорт Бенгурион по расположению так же, как у нас Борисполь приблизительно. От Бенгуриона до Нитании это 40 минут, до Иерусалима час, до Нортвого моря 2. Это в эти города мы осуществляем групповые трансферы. Также, если ваши туристы заказывают индивидуальный трансфер, их встречают с табличкой Каспи Авиэйшн. Вот так выглядит табличка, как логотип компании в зале прилетов. Их не нужно никуда подниматься, никуда идти. Их заберут и проводят к машине. И дальше их отвезут к курорту. Также тут есть маленький нюанс. Если туристы, ну вдруг случилось так, что они задерживаются, и они видят по времени, что уже их очень долго задерживают там на границе, или какая-то проблема с багажом. Просьба предупреждать. В ваших ваучерах, которые вы выдаете туристам, указан телефон принимающей стороны. В таком случае необходимо набрать и сказать, что туристы прилетели, у них все нормально, и они задерживаются, потому что индивидуальный трансфер, у него также ограниченный срок ожидания. Он ждет туристов два часа. Если туристы не перезванивают, что они прилетели и что они есть, то тогда индивидуальный трансфер может уехать. Чтобы этого не было, просьба о всех нюансах предупреждать. Дальше. Знакомимся со страной Израилем. Столица Иерусалим. Деловой столицей принято считать Тель-Авив, так как все государственные учреждения основаны в Тель-Авиве. Государственный язык иврит и арабский, но также очень широко распространена русская речь. На ресепшенах, в отелях, в торговых магазинах и везде очень часто можно встретить русскоговорящий персонал. Если вдруг его нету, то есть англоязычный. С языком никаких проблем никогда в Израиле не возникает. Валюта – это шекель. Приблизительно 1 доллар – это 3,5 шекеля. Также в Израиле распространен доллар. В долларах можно расплачиваться и в супермаркетах, но сдачу туристам дадут в шекелях. И не всегда по хорошему курсу. Поэтому можете предупреждать, что какую-то сумму денег все-таки лучше иметь в шекелях. Безопасность. Безопасность в Израиле превыше всего. В Израиле безопасна в любое время суток, так как израильтяне, они очень трепетно относятся к своей безопасности. По поводу питания. Также необходимо предупреждать туристов, что питание в Израиле кошерное. Оно предусматривает собой то, что завтраки будут молочные, а ужины будут мясные. Питание очень обширное и богатое, так что туристы не останутся голодными ни в коем случае. И еще один нюанс, с которым могут столкнуться туристы в Израиле, это шаббат. Шаббат заходит в пятницу и выходит он у нас в субботу, с восходом первой звезды. В чем нюанс шаббата и как его могут ощутить наши туристы? Это как бы в гостиницах, это лифт. Лифт будет останавливаться на каждом этаже. Не в зависимости от того, живут туристы на восьмом, им все равно придется проехать первый, второй, третий, четвертый этаж. Дабы избежать, такой нюанс, потому что не для всех туристов это комфортно. Часто сделали такое в большинстве отелей, что есть два лифта. Один для тех, кто соблюдает условия шаббата, второй для туристов, которые не соблюдают условия шаббата, и они в него заходят, нажимают любую кнопку и едут на свой этаж. Хочется также очень отметить наши эксклюзивные групповые туры, которые, это наша гарантия, они на моментальном подтверждении. Групповые туры, очень большое преимущество их в том, что за группой, группу по 50 человек, за группой закрепляется один автобус, группу сопровождает русскоговорящий гид по всему маршруту. И еще огромный плюс групповых туров, что туристы, они с утра собираются и едут на экскурсии, не заезжая в отели за другими туристами. Актуальный тур на данный момент, это тур на 1-е 0-3-е, от Средиземного до Мертвого моря. Эти туры дают огромную возможность совместить как отдых, так и посмотреть всю экскурсионную программу Израиля. Также питание в этих турах, оно предусматривает собой завтрак и ужин. Групповые туры, они также дают возможность подселения. Как это отображается у вас в заявках? Вы, когда делаете подселение, вы бронируете обыкновенный тур. Второго человека вы заводите как ноунейм или единичками, или пишете подселение. В примечании также просьба указывать, что это заявка на подселение. Заявки на подселение, они идут по стоимости 1-2 дабла за двухместное размещение. Заявка на подселение, она стоит у вас в статусе «Не подтверждена» до того момента, как не найдется турист, который также хочет поехать тур на подселение. Когда находится подселение, мы подтверждаем вам вашу заявку. Также бывает такой момент, что если вдруг не находят подселение, а уже ближайшие даты к выезду, вам предлагается либо номер сингл, либо вы можете снять свою заявку без штрафных санкций. Также планируется тур на 10-е, 0-3-е. Программа тура ожидается, она в разработке. Также у нас будут туры пасхальные, 17-е, 0-4-е и 18-е, 0-4-е, которые также дают возможность посетить и экскурсионку, и пару дней отдохнуть в Нитании. Дальше переходим к Средиземноморью. Основные курорты, которые находятся на Средиземноморском побережье, это Тель-Авив, Нитания, Герцлия и Хайфа. Пару слов о Герцлии и Хайфе. Герцлия – это вип-курорт Израиля. Все отели расположены на первой береговой линии, как вы видите. Пляж очень широкий и просторный, стоят волнорезы. Ну, в сезон здесь зонты и шезлонги. Основные отели в Герцлии – это Дан Аркадия, Даниэль Герцлия и Шератон. Отели вип-уровня для самых взыскательных туристов. Хайфа – это более считается как портовый город, в котором также есть маленький кусочек пляжа. Но Хайфа, она не распространена в основном для отдыха. Хайфа больше для работы и для деловых поездок. В Хайфе прекрасные отели – это Даны, Дан Кармели, Дан Панорама, для взыскательных туристов и для туристов, которые с целью деловой поездки. В этих отелях есть огромные конференц-залы, ну, все для бизнеса. И также еще хочется отметить отели Байклаб. Четверочка в непосредственной близости от Бахайских садов. Она новая и очень хорошая. В отелях в лобби Wi-Fi бесплатный, в номерах Wi-Fi за дополнительную плату. Дальше мы переходим к Тель-Авиву. Тель-Авив – это мегаполис, где жизнь кипит 24 часа в сутки. Очень хорошие пляжи с белым песком, пляжи отмечены голубым флагом. Здесь постоянно есть спасатели на пляже, есть также волнорезы. Также хочу отметить, что в Израиле все пляжи, они муниципальные. Вход на пляж, он бесплатный, лежаки и зонтики за дополнительную плату. Приблизительно комплект 1 лежак и зонтик будет стоить от 6 до 10 долларов. В отелях Тель-Авива, к сожалению, не предоставляет ни один отель зонты-шезлонги бесплатно. Все отели будут с муниципальным пляжем, зонтами-шезлонгами за доплату. Распространено только то, что полотенце вы можете взять на ресепшене отеля бесплатно, пляжное. Начнем знакомиться с отельной базой Тель-Авива. Хотелось бы в первую очередь отметить дан. Дан – это отели делюкс-уровня. Дан входит в ассоциацию ведущих отелей мира и также Дан – это распространенная сеть отелей по всему Израилю. По отелю Дан Хотел Тель-Авив. Он имеет удобное расположение, отель новый, хороший, отель вип-уровня, Wi-Fi в отеле в лобби-баре бесплатный. В самих номерах он за доплату, можно обращаться к этому на ресепшен. В отеле есть бассейн с морской водой, закрытый с пресной водой и бассейн с подогревом. Поэтому отель Дан вы можете рекомендовать туристам вне зависимости от сезона, если они собираются ехать в Израиль, непосредственно в Тель-Авив. Этот отель позволяет совместить отдых и работу. Также в отеле есть детский бассейн, услуги няни и отель подходит также для семейного отдыха. Питание в отелях хорошее. Отель Шератон. Также один из вип-отелей Тель-Авива. Это эксклюзивный 20-этажный отель, который совмещает в себе также отдых и также он прекрасно подходит для бизнеса. Он расположен на променаде в непосредственной близости к торговым кварталам, театрам, галереям и выставкам. Отель этот с городским пляжем, зонты за доплату с зонтиком, пляжные полотенца отель предоставляет. Летом работает открытый бассейн и Wi-Fi в Шератоне в общественных зонах отеля бесплатно в номерах также за дополнительную плату. Хератс. Также пятерка вип-уровня. Можно прекрасный отель, потому что он позволяет увидеть всю панораму города. Фешенебельные номера, стильный ресторан, живая атмосфера в отеле. Также в непосредственной близости ко всем развлекательным центрам есть в отеле очень хороший спа-центр. Также сауна, тренажерный зал и массаж. Все, что необходимо для прекрасного отдыха. Wi-Fi платно. Пляжные полотенца предоставляет отель зонты шезлонги платно на городском пляже. Переходим к отелям уровня 4 звезды. Хочется очень отметить Александр Сьют. Он в прекрасной отеле. И то, что хочется еще отметить, в отелях Тель-Авива по квадратурах номеров. Квадратура не очень большая. То есть стандарты, они могут быть до 20 квадратов. Это стандартная квадратура, стандартного номера для практически всех отелей в Тель-Авиве. Александр Сьют. Чем он хороший и актуален? То, что все номера с кухонным блоком, номера здесь студию, самый минимальный номер это 45 квадратных метров. На территории всего отеля интернет предоставляется бесплатно. Отель очень удобен по своему расположению. Расположен он на центральном променаде Тель-Авива. И размещение позволяет 2 плюс 2. Даже в джуниор Сьют. Отель считается как... Ну, он 4 звезды, но я бы его назвала как твердые 4 с плюсом. Отель Метрополитен. Это четверка. Она хорошая четверка. В 2 минутах ходьбы от набережной и пляжа. Также она находится в непосредственной близости от оживленных улиц. Отель Метрополитен можно рекомендовать для деток также. Здесь хорошее питание, есть услуги для деток. И в отеле Метрополитен в номерах есть чайный уголок. И также Wi-Fi бесплатный. У отеля Метрополитен также очень большой бассейн, что редкость для Тель-Авива. Отель Меркьюри. BNP Hotel Тель-Авив. 4 звезды. Хороший отель, часто запрашиваемый для экскурсионных программ. Это современная комфортабельная гостиница с бесплатным Wi-Fi. Пляж городской до пляжа 300 метров. Но 300 метров для Тель-Авива это... Ну, это вторая береговая. Это 10 минут ходьбы. Также есть чайный уголок. И максимальное размещение в этом отеле это 3 взрослых, либо же 2 плюс 1. Если едут большие компании семьи и хотят... Ну, не помещается у них размещение 2 плюс 1, а там 4 взрослых и детки, то необходимо брать 2 номера в данном отеле. Отель более простого уровня, четверочка, это Гилгал. Отель расположен в тихой улочке Тель-Авива недалеко от моря. Wi-Fi бесплатный, отель 4-этажный, номера комфортные, также с чайным уголочком и Wi-Fi предоставляется на всей территории отеля бесплатно. На четвертом этаже в отеле Гилгал свой ресторан с прекрасным видом на набережную Тель-Авива и на море. Номера, частичный вид на море, полностью номеров, которые бы выходили на море в данном отеле нет. Отель Golden Beach Тель-Авив. Отель также очень подходит для экскурсионной программы. Отель эконом уровня, с бесплатным Wi-Fi. Он из одного четырехэтажного здания состоит, но находится в центре Тель-Авива. Также до пляжа необходимо будет пройтись 10-15 минут. Он находится возле всех торговых магазинов и главной улицы в Тель-Авиве. И самый экономичный отель это Imperial. Он второй квартал от набережной. Wi-Fi и чайный уголок также есть. На всей территории отеля Wi-Fi бесплатный. Отель, в отеле нет балкона. Также просьба предупреждать туристов, что номера в этом отеле, кстати, то, что я и говорила, от 16 до 18 квадратов стандартный номер. Мы познакомились с вами с Тель-Авивом. Дальше переходим к курорту Нетания. Нетания также находится на Средиземном море, но предлагает более спокойный отдых, чем Тель-Авив. В Нетании есть прекрасная набережная. Она по всему курорту проходит. И также центральная улица с променадом, ресторанами, кафе и магазинами. Она находится вот в этом районе. Ближе к центру, там, где идет Резиденс, Гранд, Ярхут и Метрополитен. Нетания, она спокойный курорт для семейных пар, для деток, очень хорошо подходит. Также тут есть свой нюанс, что отели находятся на спуске, как вы видите на картинке, то есть необходимо будет спуститься по лестнице, чтобы попасть на пляж. Также есть лифт, который спускает на пляж. Он находится между отелем Резиденс Бич и Резиденс Нетания. В дальнейшем презентации я расскажу, где этот лифт и какие отели больше всего удобнее выбирать. В первую очередь хочется вас познакомить с отелем Рамадан Нетания. Отель 5 звезд это первая линия, в отеле номера свиты, в отеле номера с кухнями и балконами. Это твердые 5 звезд в Нетании. Очень хороший спа в отеле, на пляже зонты и шезлонги бесплатно для гостей отеля Рамадан. Но такой нюанс, что из отеля Рамадан особо выйти некуда. Он отдаленно находится от других отелей и от центральной улицы. До центра курорта пройтись нужно 10-15 минут. Wi-Fi также предоставляется на территории отеля бесплатно. Отель King Solomon Твердая четверка. Хочется отметить также, что King Solomon это также распространенная сеть отелей в Израиле. Отель очень трепетно относится к своему уровню, к своим номерам, постоянно проводит обновления и реновации в своих гостиницах. В отеле King Solomon все 103 номера с видом на море. Какой бы вы не забронировали, у ваших туристов будет вид на море. Отель предоставляет Wi-Fi бесплатно. Максимальное размещение это 2 плюс 1. Для деток есть детский бассейн и анимация для деток присутствует. Также четверочка Blue Bay. Она также находится отдаленно от центра. Спокойный отель с хорошим уровнем, с большим бассейном. Он расположен вдали от шума. Wi-Fi предоставляется в лобби отеля бесплатно. Номера стандарты хорошие, с чайным уголком. Номера стандарты 22 квадрата. С детками вы спокойно можете разместить. Питание в гостинице хорошее. Residence Beach. Твердая четверка, которая, то, что я говорила, она находится возле лифта, который спускается непосредственно к пляжу. Wi-Fi в лобби отеля бесплатный. Residence Beach есть номера с кухонным уголком. Во всех номерах есть мини-кухня. Также мы этот отель рекомендуем для семейного отдыха и для деток. Отель Residence Нетания. Он находится возле отеля Residence Beach. Также хорошего уровня отель, хоть и тройка с плюсом. Wi-Fi бесплатный. В номерах, к сожалению, кухни нету. Частичные виды на море есть. И фронтальные полностью номеров с видом на море нету. Отель цена качества и максимальное размещение в этом отеле это 2 плюс 1. Также хочется добавить, что в отеле Residence и Residence Нетания нету бассейна. Но гости отеля Residence и Residence Нетания могут пользоваться бассейном отеля Галиль. Без доплат. Это одна сеть отелей, у них общие услуги. Галиль это отель с хорошим питанием, находится он в центре курорта, номера стандартов, к сожалению, в них нету балконов. В номерах супериор есть вид на море и номера супериор с балконами. И также в этом отеле есть бассейн, также в этом отеле есть сауна. Гости отеля Residence и Residence Beach могут пользоваться как бассейном, так и сауной отеля Галиль. Также самый экономичный отель Нетания это Палас Нетания. Это двоечка. Он правда старенький, но цена качество. Для бюджетного отдыха он прекрасно подходит. Также хочется отметить то, что Нетания и Тель-Авив это самые распространенные курорты для экскурсионных программ. Дальше я вам буду рассказывать. У нас есть два экскурсионных тура с возможностью заезда каждый день. Это Разный Израиль и Машина времени. Эти туры дают возможность проживания в Нетании и Тель-Авиве. также дальше мы будем знакомиться с вами с Иерусалимом в Иерусалиме. По расположению их удобнее всего выбирать для экскурсионной программы, так как ближе всего они будут для экскурсионных мест. Иерусалим Иерусалим это город, в котором хотя бы один раз в жизни должен побывать каждый. Это место не случайно считается священным и для представителей разных религий. В Иерусалиме всегда царит своя атмосфера незабываемая и в этот город хочется всегда вернуться. Этот город, который туристы редко бронируют для отдыха, чаще всего его бронируют для проживания, если целенаправленно туристы едут именно в Иерусалим и также, как я говорила ранее, для экскурсионных программ. Это город более религиозный и консервативный, то есть жизнь в нем не кипит, в нем нет ни шума, ни гамма, он спокойный для уединения. В отеле в Иерусалиме мы советуем рассматривать такие отели из уровня трех, четырех и пяти звезд. Из троек прекрасно можете рассматривать Кикарзион, Лев Иерусалим и Иерусалим Тавер. Мы выбрали отели, которые непосредственно находятся в близости к старому городу, потому что те, кто едут в Иерусалим, они едут к старому городу. В этих отелях, в троечках, это эконом-варианты, маленькие номера, но питание хорошее. Отели четырех звезд, это Гранд Кур, это Леонардо Иерусалим, Дан Бутик и Прима Кинг. Это отели хорошего уровня с Wi-Fi на ресепшене, в Прима Кинг и Гранд Кур большие просторные номера, Лев Иерусалим, он чуть-чуть поменьше, Дан Бутик, как я уже говорила раньше, это сеть отелей Дан. У них номера большие, комфортные, питание во всех отелях хорошее, и самое главное то, что эти отели, они расположены в близости к старому городу. Из пятерок это Кинг Давид, Дан Ярусалим и Американ Колони. Пятерки VIP уровня, есть в Дан Ярусалим спа, тренажерный зал, хороший бассейн, отели с Wi-Fi. По Ярусалиму, так как мы предлагаем очень большую экскурсионную программу по Израилю, удобнее всего ее брать из Ярусалима, Тель-Авива и Нетании, как я говорила раньше. По экскурсионным программам, не в зависимости от курорта, вы можете предлагать туристам экскурсии «Ярусалим христианский», это туристы смогут увидеть весь Ярусалим, Гефсиманский сад, панораму Масличной горы. Также в этой программе туристы могут пройти крестный путь до храма гроба Господнего, ну и обязательно во всех экскурсиях в Ярусалиме есть стена плача. Также «Ярусалим» трех религий, приблизительно программа одинаковая, только отличается, что там они еще будут посещать церковь страстей Господней. Экскурсия «Ярусалим обзорный и Яд Вашем». Яд Вашем это музей катастрофы в Израиле, то есть нужно предупреждать, что там своя специфическая атмосфера. Также предлагается экскурсия «Вифлеем и Ярусалим христианский», где прекрасно можно посетить и «Вифлеем с храмом Рождества Господнего», и «Ярусалим» со всеми его достопримечательствами. Очень интересная экскурсия Галилея Христианская Назарет и Тверия. В Тверии туристы могут покататься на кораблике по Галилейскому озеру, что дает возможность прекрасно увидеть из озера все окрестности Иерусалима и всего Израиля. Кейсария Хайфа Кейсария это заповедник, Хайфа это панорама бахайских садов и сами бахайские сады. Также Ерихон плюс Кумран это обзорная экскурсия, которая включает в себя монастырь Искушений и гору Каранталь. Кумран это руины древнего поселения на берегу Мертвого моря. Также прекрасная возможность посетить экскурсии на курорт Мертвого моря, где туристы будут целый день на Мертвом море плюс крепость Массада и Мертвое море Спа Энгеди. Энгеди это прекрасный парк-заповедник на Мертвом море. Также есть возможность посетить Мертвое море и спа в одном из отелей с обедом. Также более подробное описание всех экскурсий вы можете увидеть на нашем сайте в разделе экскурсии в Израиле. Экскурсии описаны полностью какие достопримечательности посещают ваши туристы стоимость экскурсий и по каким дням возможны эти экскурсии. Так что можете бронировать для туристов и предлагать. Детальная информация указана у нас на сайте. Хочется также вас познакомить с курортом Мертвое море. Мертвое море это самая низкая точка на земле. Это 400 метров и ниже уровня моря. Здесь происходит очень сильное испарение воды Мертвого моря, а в воде очень много минералов. Они создают барьер, который не пропускает вредные ультрафиолетовые лучи. Поэтому курорт Мертвое море он так актуален для лечения кожных заболеваний, дыхательных путей, опорно-двигательного аппарата. Это прекрасная возможность для оздоровления, даже если туристы просто отдыхают на Мертвом море. Также советуем изначально в отелях как бы всегда есть доктор. Перед тем, как туристы будут отдыхать на Мертвом море, они в отеле могут проконсультироваться по поводу лечения на Мертвом море и отдыха. так как из-за большой концентрации солей, если у людей есть проблемы с сердцем, то их время проведения в воде Мертвого моря может быть ограничено, чтобы не было никаких нюансов, просьба обращаться и уточнять по поводу состояния здоровья. Также предупреждаем, что если часто такое бывает, что на Мертвом море, когда туристы отдыхают, купаются, может попасть вода Мертвого моря в глаз. Это нужно контролировать и сразу промыть проточной водой, дабы избежания раздражения. Переходим к отелям Мертвого моря. Самый популярный и топ продаж это Изротель Дэдси. Это твердая пятерка с плюсом для вип-туристов. Все номера в этом отеле с балконами и имеют вид на море. Также в отеле есть категория Моав. Это 8-9 этаж. Это бесплатный вход в бизнес лаунж. За ужином напитки включены в стоимость и в 2011 году отель был признан лучшим отелем на Мертвом море. В этом отеле нет активной анимации отель для спокойного отдыха. Если туристы едут с детками, его можно рекомендовать, так как есть детский мини-клуб, услуги няни и детский бассейн на территории отеля. Также хочется отметить, что в отеле отель прекрасный спа предлагает различные варианты процедур и также лечения. David Dead Sea Resort это бывший отель на Meridian. Отель расположен в центре оазиса Эйнбакек в трех минутах ходьбы от Мертвого моря. В непосредственной близости к торговому центру у отеля есть свой собственный песчаный пляж в 200 метрах от отеля. От отеля до пляжа ездит гольф-кар. Он предоставляется бесплатно, ездит каждые 20 минут приблизительно. Пляжные полотенца, зонтики и стулья отель David Dead Sea предоставляет для гостей своего отеля. Также этот отель можно рекомендовать для отдыха с детками. Тут есть игровая площадка, для деток есть мини-детские горки и детский бассейн. Отель Daniel Dead Sea Daniel Dead Sea один из самых популярных отелей также на Мертвом море. Расположен он в современном здании из белого камня. Он выполнен в марокканском стиле и с видом на Мертвое море. Также питание HB и фуллборд. Отель Leonardo Club Dead Sea это первая береговая линия, все номера с видом на море, семейный отель и в этом отеле есть анимация. Ее можно даже более-менее назвать активной. Отель работает на питании все включено. Все включено в этом отеле предполагает собой пятиразовое питание. Wi-Fi в лобби отеля бесплатный. Два раза в неделю в этом отеле устраивается праздник грязи. На пляж, как вы видите, вот здесь выкатываются большие качаны с грязью и туристы могут пользоваться этой грязью. Также по поводу грязи во всех остальных отелях если туристы хотят намазаться грязью ее необходимо покупать. На пляжах Мертвого моря грязь не предоставляют. Отель очень хорош для деток тут также есть водные горки детская площадка мини клуб и джуниор клуб. Также один из распространенных отелей четверок это из ротель Ганиндетси расположена гостиница в двух минутах ходьбы от пляжа отель цена качества вай-фай предоставляется в лобби отеля и также этот отель предоставляет собой сеансы шиацу также релакс терапия косметические процедуры в отеле есть парикмахерский салон процедуры с использованием грязевого мора отель также предоставляет также в изротель Ганиндетси детская анимация и теннисный корт и вечером в этом отеле есть своя программа в лобби баре также хочется отметить два отеля спа-клаб дэдси и оазис дэдси эти отели они смежены между собой гости оазис дэдси могут пользоваться спа-клаб дэдси перейти нужно просто через переход он находится сверху в этом отеле спа-клаб дэдси прекраснейший спа спа работает до 10 вечера и туристы могут получать любые лечения массажи и сероводородные ванны в спа этого отеля также есть нюанс что в спа-клаб дэдси не селят детей до 18 лет так что если у вас едут с детками их лучше селить в оазис дэдси и они смогут пользоваться услугами спа в отеле спа-клаб дэдси дальше экономический отель это леонардо им дэдси он входит в цепочку отелей леонардо это сеть отелей фаталь это также распространенная сеть отелей в Израиле которые отели хорошего уровня с хорошей территорией с хорошими номерами также во всех отелях этой сети очень хорошее питание отель леонардо им дэдси это экономическая тройка которая находится отдаленно от пляжа, но предоставляется бесплатный трансфер, также каждые 20 минут. Гости отеля Леонардо и Детси они пользуются пляжем Ле Меридиан Детси. Ле Меридиан Детси, он в одной сетке с отелем Леонардо. Ле Меридиан это самый большой отель на Мертвом море и также в этом отеле считается самый большой спа. Там в отеле 17 этажей, номера с видом на море и на горы. Последние 4 этажа отремонтированы в данном отеле и это номера Делюксы. Стандарты в отеле Ле Меридиан пятерки они чуть-чуть староваты. Также отель Ле Меридиан он находится возле отеля Леонардо и Детси и до пляжа это 500 метров. Также от Ле Меридиан ходит шаттлбаз в стороне пляжа. Но можно отметить то, что Леонардо Инн и Ле Меридиан это отель не шумный, спокойный, для релакса. Мы познакомились с вами к курорту Мертвое море и также переходим к курорту Эйлад. Также хочется отметить, что из курорта Мертвого моря вы можете также заказать экскурсии. Выбор экскурсии чуть-чуть другой из-за расстояния, но экскурсии также представлены у нас на сайте в разделе экскурсии в Израиле. Вы выбираете курорт Мертвое море и у вас расписаны любые экскурсии, которые возможно заказать с этого курорта. Дальше переходим к Эйладу. Эйлад это курорт, на котором сезон продолжается круглый год, где 365 дней в году лето. Курорт, который расположен на берегу Красного моря. До Эйлада у нас идет внутренний перелет из аэропорта Бен-Гурион либо же из аэропорта Сдей-До. Когда туристы бронируют тур с вылетом в Эйлад, в подборе тура у нас просчитан полностью пакет тур с внутренним перелетом и с всеми трансферами, которые необходимы по данному туру. Если туристы бронируют только отель в Эйладе, то внутренний перелет не входит в стоимость. Внутренний перелет как он происходит? Туристы, когда прилетают в аэропорт Бен-Гуриона, они забирают свой багаж, проходят паспортные контроли и переходят, если у них внутренний перелет будет осуществляться из аэропорта Бен-Гурион, просто в другой терминал. Их перевозят в другой терминал. Часто бывает такое, что внутренние перелеты осуществляются из еще одного аэропорта, который находится в Тель-Авиве, это Сдей-Дов. От Бен-Гуриона переезд к Сдей-Дову занимает 30-40 минут. Туристы переезжают либо в тот аэропорт, либо переходят в аэропорт Бен-Гуриона. И дальше у них идет внутренний перелет. По времени внутренний перелет занимает 40 минут, туристы прилетают в аэропорт Эйлад и дальше их уже развозят в трансфер. Чем еще привлекатель Эйлад? Эйлад это беспошленная торговля, она не облагается налогами. Северное побережье залива, песчаный пляж, южное побережье залива, это кораллы и галечный пляж. Также из Эйлада возможны разнообразные экскурсии, но экскурсии в Ярданию могут быть только из курорта Эйлад. Очень большое количество развлечений на курорте, разнообразные бары, рестораны, кафе и дискотеки. Также на курорте Эйлад есть Sky Mall, где есть каток, ума магазинов и аттракции на курорте. Также есть King City, если едут с детками, это парк аттракционов. Там можно просто на целый день пропасть. Очень интересная архитектура этого парка и развлечение для любого возраста. Итак, курорт Эйлад. Эйлад можно условно поделить на север и юг курорта. На севере расположено большинство количества отелей, на юге их меньше. Также просьба учесть, что на юге это спокойные отели, это только отели, это пляж. Это отели 5 и 4 звезд. От юга курорта до севера ходит шаттл басс. Поэтому если туристов не смущает тишина, они хотят тишину и отдых, то можно выбирать эту часть курорта. В дальнейшем мы о ней поговорим. Здесь в этой части курорта, как вы видите на карте есть лагуна. И большинство отелей отделяет эту лагуну. Через лагуну есть переход. Туристы из одной части переходят по мостику и в непосредственной близости уже к Первой береговой и променаду. По расстоянию, если туристы даже бронируют Астрал Виллеч, к примеру, она отдаленнее всего находится, то туристы могут дойти до первой линии минут 10-15. Также просьба предупреждать, что аэропорт Эйлат он расположен в центре курорта. И в таких отелях, как Дан Панорама и Дан Эйлат иногда может быть слышен шум самолетов. Переходим дальше к знакомству с отельной базой Эйлат. Это аттракции, которые предоставляет Эйлат. Мы про них уже поговорили ранее. В первую очередь хочется отметить Изратели. Изратели это самая распространенная сеть отелей как Израиля, так и Эйлат. Изратели Royal Beach это отель VIP уровня, это самая хорошая гостиница в Эйлате. Все номера с фронтальным видом на море. В этом отеле нет активной анимации, для детей здесь есть только мини-клуб. Отель для самых взыскательных туристов. Каждый вечер здесь играет музыка, отель для спокойного отдыха. Данный отель имеет свой частный пляж через пешеходную дорожку. Зонты и шезлонги предоставляются отелем бесплатно. Его можно рекомендовать как для деток, так и для тихого спокойного отдыха, так и для молодежи. В принципе, для всех категорий туристов можно рекомендовать этот отель. Также хочется отметить, что он расположен в непосредственной близости к центральному променаду, к магазинам, к скаймолу, к Кинг-сити. За Изрателем Бич стоит Изратель Ройл Гарден. Это пятерка, которая расположена на второй береговой линии. Отель все номера в этом отеле свиты. Это двухкомнатные апартаменты 2 плюс 2. Также есть трехкомнатные апартаменты 3 плюс 3. И все номера с кухнями. Очень хороший отель. Гости Ройл Гарден могут пользоваться пляжем отелем из Отеля Ройл Бич, простите. Рядом также есть супермаркет. У этого отеля зеленая территория, большой бассейн с песчаным входом. Также есть разнообразные водные аттракционы, маленькие озерца, водопады и маленькие водные горки для деток в этом отеле. Wi-Fi платно в всех из отелях. Приблизительно стоимость Wi-Fi в каждом отеле своя, ее можно уточнить на ресепшене. Но в целом это где-то 20 долларов, если Wi-Fi необходим в сутки. По часовую можно уточнить на ресепшене в любом отеле. отель Данейлат. В Данейлате все номера с видом на море. Боковой или фронтальный. Также все номера с балконами. Он более активен, чем Royal Beach из Ротель. Есть большой бассейн с пещерой. Для деток очень интересно. Имеет также собственный пляж через дорогу. Есть фэмили номера. Но фэмили номера кстати очень хорошие по цене. если едут большие семьи они прекрасно там размещаются. Есть частный пляж как я уже говорила и хороший отель для детей потому что есть игровые комнаты клубы игровые площадки есть няня и есть детская анимация в отеле. Рядышком возле отеля Данейлат стоит отель Дан Панорама. Дан Панорама также через дорогу от пляжа также предоставляет отель Данейлат бесплатные зонты и шезлонги все номера с балконами и вот этот отель как раз то что я говорила изначально он самый близкий к аэропорту так что можно предупреждать туристов что рядышком будут летать самолеты иногда если это время когда они прилетают и туристы находятся в отеле то их слышно но спустя два-три дня на это уже не обращается никакой внимания также есть в этом отеле по вечерам хорошая анимация его также можно рекомендовать для отдыха с детками отель херат твердая пятерка в эйлате отель очень красивый восточная архитектура отель построен в стиле царя ирода состоит отель из нескольких корпусов это херат палац это главное здание херат виталис это гостиница с спа центром огромным и херат форум это часть отеля которая позволяет совместить деловые поездки если люди приезжают с целью бизнеса отель очень большой с хорошей своей инфраструктурой с большими номерами с хорошим питанием в отеле и отель можно рекомендовать для всех туристов для деток для взрослых для спокойного отдыха так как у него свои три корпуса но в бронировке просьба указывать для какой категории туристов вы будете бронировать этот отель у отеля хератс также свой частный пляж он находится перед отелем предоставляет свои зонты шезлонги и пляжные полотенца этот отель также предоставляет также хорошая анимация как я говорила ранее четверочки в эйлате основная четверка это из ротель спорт клаб которая работает на питание все включено также по поводу питания все включено и курорта эйлат и можно сказать что всего израиля израиль он не распространен на питание все включено то есть можно предупреждать туристов даже нужно что питание все включено в эйлате и в израиле это не то питание все включено которое в египте и турции так как это абсолютно разные курорты и отели идут со своей спецификой то есть очень часто задаваемые вопросы почему туристы хотят поехать в пятерку вип уровня но они хотят питание все включено такого к сожалению не будет и не предвидится так как отели не собираются вводить эту концепцию есть отели некоторые пятерки которые предоставляют это питание израиль спортклаб это 4 звезды но его смело можно рекомендовать туристам как 4 с плюсом отель работает на питание все включено отель после полной реновации новые номера но в стандартных номерах нет балкона очень много развлечения для деток само название спортклаб оно это уже в себе предразумевает здесь самые разнообразные виды спорта от мини футбола до сквоша скалолазания и прогулок на велосипедах вай фай в этом отеле также платный но еще такой нюанс израиль спортклаб он может пользоваться пляжем отеля израиль роял бич зонты и шезлонги отель не предоставляет они будут за дополнительную плату пляжное полотенце предоставляет но могут пользоваться пляжем израиль роял бич дальше израиль лагуна отель четырех звезд также работает на все включено он расположен в лагуне и к пляжу необходимо будет пройтись по мостику израиль лагуна как я уже сказала это вторая береговая в отеле очень хорошее питание так как и во всех израиль лежаки и зонтики будут платно гости израиль лагуны могут пользоваться также пляжем израиль роял бич также вай фай в этом отеле платно хороший отель для семейного отдыха возле бассейна и в израиль спортклаб и в израиль лагуна и практически во всех отелях эйлата возле бассейна лежаки зонтики предоставляются бесплатно отель леонарда клаба эйлат хочется отметить что этот отель если семейный отдых если с детками это прекрасный отель в этом отеле самые большие детские горки которые есть в отелях эйлата очень активная анимация но пляж в 400 метрах от отеля зонты шезлонги платно но также гости отеля могут пользоваться пляжем хератс гости леонарда клаб могут пользоваться пляжем хератс но зонты шезлонги будут платно очень хороший all-inclusive в этом отеле и анимация для детей также хочется отметить сеть отелей Астрал начнем с Астрал Сисайд это прекрасный отель который расположен на первой береговой линии в нем очень большие номера большинство номеров идут с видом на море очень трепетно относится персонал хочется это отметить гостям отеля превосходная кухня и также то что отель в непосредственной близости к морю вот мы уже видим тут кусочек моря пляж муниципальный зонты шезлонги платно также каждый вечер в лобби этого отеля проходит активная анимация сеть астрал это распространенная сеть отелей на курорте эйлата также есть астрал виллэч и астрал марина астрал виллэч хочется также рассказать про этот отель потому что это отель своеобразный он отдаленно от пляжа но в этом отеле только виллы у этого отеля огромная территория он состоит из комплекса бунгал которые расположены по всему отелю то есть в бунгало будут жить только ваши туристы они не коннекшн они для семейного отдыха также размещают стандарты в отеле огромный бассейн хорошая анимация для деток также в отеле предоставляются услуги няни это из сети отелей Астрал Виллэдж также напротив Астрал Виллэдж находится отель Астрал Марина отель хороший отдаленно от пляжа это хорошего уровня четверка которая находится за лагуной вай-фай предоставляется в лобби отеля бесплатно также хороший бассейн и своя анимация также в отеле Астрал присутствует отель из отель принцесса это тот отель который находится в самой южной части курорта иногда его даже можно отнести ближе к Египту чем к Израилю потому что в границе Египта он находится близко из отеля принцесса так как он самый южный ближе к Египту и отель хочется отметить он прошел полную реновацию отель с огромной территорией с большими номерами со своим пляжем с большим бассейном с хорошим питанием но вход на море через понтоны идут он галечный вход на море вай-фай в отеле платно в отеле есть своя анимация но выйти из отеля некуда из из отель принцесса ходят шаттлбассы до центра Израиля ехать где-то от из отеля принцесса так как он самый крайний чтобы ориентировались в расстоянии это минут 10-15 до центра курорта Израиля отель подходит для отдыха релакс потому что кроме отеля выйти некуда также из отель Ямсуф это хорошая четверка которая работает на питание Би-би В отеле Ямсуф есть своя дайвинг школа отель расположен возле кораллового рифа и недалеко от обсерватории которая находится между севером и югом Рорта Эйлад обсерватория она очень интересна так как дает возможность посмотреть полностью весь подводный мир Красного моря в отель Израиль Ямсуф едут с целью дайвинга в отеле как я уже говорила есть школа дайвинга можно приехать и из севера чтобы ощутить полностью весь подводный мир курорта Красного моря на нулевом этаже есть тир есть также боулинг в этом отеле и из четверок это самая большая территория также в стандартных номерах есть один нюанс есть размещение только 2 плюс 1 то есть максимальное размещение в отеле это 2 плюс 2 и это только family room вот также я уже говорила вай-фай в отеле платно по поводу цепочки из ротелей по поводу всех из ротелей которые находятся на курорте и лад из ротелей можно смело рекомендовать всем туристам которые туристов для любого уровня это отели с хорошей территорией хорошим питанием и отели реновированные из ротелей так как я уже говорила они очень трепетно относятся к своим отелям вот мы с вами познакомились с эйлатом и познакомились с израилем также как в завершении нашей презентации хочется отметить почему все-таки курорт израиль так как в первую очередь это безвизовый режим во вторую это курорт где сезон продолжается круглый год на таких курортах как эйлат и мертвое море на курортах кстати средиземного моря сезон продолжается с апреля по октябрь у нас заминка с слайдами на секундочку извините вот также медицинский туризм на мертвом море расположены две очень большие клиники и лечение в израиле оно также очень распространено у нас на сайте в разделе лечения израиля указан весь спектр услуг которые мы предоставляем в этом регионе также почему израиль потому что это разнообразная экскурсионная программа это дайвинг в эйлате это беспошлиная торговля очень часто едут на шопинг в израиль и также израиль это личное место для отдыха способное поразить до глубины души и оставить своем сердце на всю жизнь и последнее что я бы еще хотела вам рассказать это то что мы предлагаем по израилю это комбинированные туры это туры которые дают возможность посетить несколько курортов в израиле к примеру это мертвое море с айлатом т elephants и мертвые мертвые море и мертвые с айлатом также очень распространенный тур это тель-авива и латы мертвое море плюс три экскурсии тель-авив мертвое море плюс две экскурсии и также есть туры тель-авива и ордания плюс две экскурсии все Все эти туры, они просчитаны в подборе тура. Эти туры включают в себя уже в стоимости все услуги, которые могут быть предусмотрены данным туром. То есть все трансферы, экскурсии, если они есть, они уже входят в стоимость. Также один нюанс, если эти туры просчитаны также без наземного обслуживания. По подбору тура. Без наземного обслуживания у нас просчитаны все предложения и все отели, которые у нас есть по направлению Израиль. В тур только отель включен, если вы бронируете только отель на курорте, включен только проживание в отеле и страховка. В только отель не включены трансферы, которые могут быть предусмотрены данным курортом. В комбинированных турах, которые Мертвое море, Нетания, Нетания и Эйлад, если вы бронируете даже только наземное обслуживание, наземное обслуживание предусматривает собой уже все трансферы и внутренние перелеты, если они необходимы данным туром. Также экскурсионные туры. Это очень популярный тур выходного дня на три ночи. Это тур с заездом по четвергам. Тур дает возможность посмотреть основную экскурсию, основные экскурсионные объекты в Израиле. Программа данного тура, она выложена у нас на сайте и актуальна. Также по экскурсионным турам выходные в Израиле, машина времени и разный Израиль, если вы даже бронируете тоже только наземное обслуживание, трансферы, они входят уже в стоимость. И все экскурсии, которые закладываются данным туром, они входят также в стоимость. По направлению Израиль, если индивидуальные запросы, мы их можем просчитать. Если отель, которого нет в поиске тура, но в него хотят поехать ваши туристы, вы также можете в индивидуальном порядке его запрашивать. По поводу первичной консультации врача, да, она бесплатна. Также по лечению, нюанс на Мертвом море. Если туристы бронируют лечение на Мертвом море у нас, и вообще, если они приезжают на курорт с целью лечения, они на ресепшене в любом отеле могут заказать консультацию врача. Консультация врача предоставляется бесплатно. Если туристам необходимо лечение, и они его подписывают в клинике, трансферы предоставляются от клиники до отеля бесплатные. То есть, если туристы бронируют лечение, нет никакого приоритета в том, где будет расположен отель. Так как туристов отвезут и привезут обратно. Им пеша не нужно будет добираться до клиники. Вот. Также сейчас отвечу на все ваши вопросы. По Израилю все. Если есть какие-то вопросы, пишите их в чат. Сейчас будем отвечать. Всем спасибо за внимание. Всем удачных продаж. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok